Здравствуйте, уважаемые друзья! По просьбе моих подписчиков и друзей, я продолжаю серию передач, фильмов, которые посвящены будут зимним мушкам. Как я уже неоднократно говорил, она не только зимняя, она может ловить круглый год. Но учитывая особенности рыбалки зимой, предпочтительно сделать небольшую классификацию действительно зимних мушек. Перед вами находится очень известная и всеми уважаемая мушка Red Tag, выполненная в мокром варианте. Она может исполняться как сухой, так и мокрой мушкой. Все зависит только лишь от огрузки и от самого стиля исполнения. Сегодня я вам покажу, как можно изготовить такую мушку. Выполним ее микро, с расчетом того, что рыба в наших регионах мелковатая, будет гарантирована у вас поклевка. На крючке номер 18. Крючок можно использовать вот такой серии, достаточно удобен в работе. Можно использовать крючок фирмы Gamakatsu вот такой серии. Они все выполнены на тонкой проволоке. Также можно использовать, это не реклама, вот фирмы Strike. Крючок достаточно, тоже подходит нам проволока и сама форма. Крючок в основном должен быть немножко нимфовый. Можно, конечно, изготовить ее и на крючке, допустим, хоппера. Но желательно тогда брать 20 номер, так как немножко удлиненное здесь цевье, оно не совсем подходит для нашего Red Tag. Но изготовить можно. Особенность рыбалки этой мушки заключается в том, что она вроде бы никого и ничего не напоминает. И в то же время для рыбы является довольно-таки хорошей привлекающей приманкой. Поэтому сложно говорить, это или ручейник, или это, допустим, веснянка. Рыба реагирует очень хорошо. Особенно на сам цвет, который у нас издает перо павлина. Ну и понятное дело, допустим, вот в таком исполнении, когда выполнена красная бусинка, красный хвостик, это уже раздражающий элемент для рыбы, для поклевки. Давайте приступим к изготовлению. Крючок я взял 18 номер. фирмы Gamakatsu. И вот у меня, я даже не знаю, сколько здесь, 1,25, 1 или 1,5 миллиметра диаметром. Нашел такую бусинку. Она у меня нашлась из вертушки. Поэтому, если у вас имеются вертушки старые, пожалуйста, используйте точно так же для производства своих нимфочек. И учитывая то, что такого свинца практически невозможно найти, я огрузил немножечко медной проволокой трансформаторной. Где-то до 0,1, это точно, миллиметра диаметром. Нить, как обычно, тонкая, насколько возможно, где-то порядка 10,0. И давайте теперь приступим. Как всегда у нас, мы отрывая вот такое перышко со скальпа, у нас остаются пуховые вот такие вот части пера. Здесь можно изготавливать, если есть у вас шерстяная нитка, искусственная нитка, кусочек шерсти, все что угодно. Но, учитывая то, что у нас без толку почти всегда валяются наши вот такие вот с вами отходы, я оторву совсем небольшую щепоточку, сколько мне необходимо, допустим, для изготовления нашего хвостика. Вот приблизительно такой щепоточки мне будет достаточно. Отрежем комлевые части нашего пера. И желательно так, чтобы мы не нарушили форму нашей нимфы, подхватили. Пока ничего еще не подравниваем, не выравниваем. Теперь необходимо выполнить обмотку нашим закрепить люрекс. В качестве сегментации и закрепления нашего потом дальнейшего пера павлина я беру вот обыкновенный такой люрекс. Это можно его заменить, если у вас есть юнифлос. Он чем-то похож. Но это был новогодний дождик. Можно использовать проволоку такой же толщины, как мы с вами изготавливали тело. И теперь окончательно подмотаем наши материалы. Теперь нам необходимо с вами совсем-совсем немножечко капнуть клея на место крепления. И закрепить перо. Я обычно стараюсь подбирать так, чтобы они по пышности были приблизительно одинаковые. Но в данный момент я буду использовать остатки перьев, которые обычно остаются всегда с наборов. Закрепим его у хвостика. Но все кончики должны располагаться по всей длине нашего тела. И теперь мы не пожалеем нашей нитки. Немножечко вот здесь сделаем как бы веретенообразное наше тело. И аккуратно вводим нить теперь к шарику. Так как клей у нас здесь еще находится, мы с вами слегка вот так прокручиваем наше перо. Не армируем. Можно проармировать как вы захотите. И теперь аккуратненько стараемся так, чтобы у нас перо ложилось виточек к виточку. Без серьезных нагромождений, так как мы с вами уже изготовили наше чечевидное тело. Учитывая то, как вот сейчас начинает у меня сползать перо, я обычно всегда на неровной поверхности подхвачу немножко вот так перо, а потом дальше опять начинаю проматывать. И у меня получается с расчетом того, что все закреплено, я могу выполнить практически любой сложности тела. Попробуйте такой вариант. Теперь закрепим уже окончательно наше перо. И остатки удаляем. Кто, допустим, будет использовать проволоку, пожалуйста, это даже приветствуется. Учитывая то, что мы с вами обмотку выполняли в одну сторону, выберем сейчас для себя такой приемлемый угол, для того, чтобы закрепить перо нашим люрексом и промотаем. Если хотите, можно для надежности еще спокойно пройти, промазать люрекс клеем. Поэтому, как вам будет удобно, не торопитесь так, чтобы у нас вышло достаточно симпатичное тело. Все, что вот так топоршится, это не страшно. Сейчас у нас оно при дальнейшем креплении станет все на свои места. Закрепили, остатки отрезали, и нам надо подготовить перышко куропатки. Мы с вами подобрали перышко. Вот я приблизительно специально не отрывал ничего, покажу вам. Имеются, как всегда, вот при отрыве перышко, вот такие, как я их называю, вторичные, детородные. Они нам тоже пригодятся для изготовления разных нимфочек. Так же, как и вот это пуховое перо. Для удобства, это я специально уже вам показываю, так как вы просили, обычно всегда я беру хотя бы парочку, тройку по центру захватываю волосков, вот так пера, и потом, слегка смочив пальцы, увожу бородки, те, которые у меня убираются. Как вы видите, выходит вот такая конструкция, которую значительно удобнее закрепить, и потом выполнить опушечку с нашего пера. Крепим наше перо здесь. Я не обламываю, не переламываю, а спокойно проматываю перед своим пером, перед шариком. Это я дополнительно еще как бы закрепляю свое перо. Ну, а теперь остается нам с вами только лишь вот так увести аккуратно бородки. Длина пера позволяет нам выполнить без перодержателя, но необходимо нам вот так все время помогать пальцем, поддерживать. Так, чтобы аккуратно наши бородочки становились на свои места. Для зимней мушки вполне будет достаточно полтора-два оборота. Посмотрите по густоте своего пера, так как бородки бывают разные. Вот у меня вышло почти два оборота. Если это на течении, значит бородок должно быть больше. Если вы проводите рыбалку, допустим, на водоеме, где вы вынуждены сидеть, там, естественно, надо постараться чуть меньше бородок. Ну, и теперь закрепим весь материал и подрежем наш хвостик. Удалили остатки пера, закрепили нашу нить. Я специально не обрезал без вас хвостик. Значит, длина хвостика обычно у RedTag довольно-таки короткая. Но, учитывая нашу величину мушки, мы обрежем чуть-чуть, допустим, длиннее, не вровень с загибом пару миллиметров, допустим, даем. А вот, как вы видите, я отступил 2 миллиметра, натянул наше перо и отрезаю. Вот такой величины будет вполне достаточен и приемлем наш хвостик. Как вы видите, все привлекающие элементы находятся у этой мушки. Красный хвостик, блестящий шарик, лапки, которые напоминают, вернее, перо, которое напоминает лапки, ну, и тело, выполненное из павлина, который магически действует практически на любую рыбу. Если у вас, допустим, павлина нет, можно использовать, как я обычно беру, использую вот такой даббинг спектра. Но, учитывая то, что мы делаем микро-мушку, очень-очень маленькую, даже не просто маленькую, такой даббинг по своей величине не пойдет. Начиная, допустим, 14 номер, 12, спокойно можно использовать этот даббинг без зазрения совести. Все, друзья мои, благодарю вас за внимание. До скорых встреч!